Сегодня парламент Финляндии 188 голосами против 8 проголосовал за вступление страны в НАТО. И сегодня министр иностранных дел Швеции Ан Линде подписала уже официальную заявку о вступлении Швеции в НАТО. Вместе с аналогичным документом от правительства Финляндии к концу нынешней недели просьбы этих двух стран о вступлении в НАТО должны быть переданы в штаб-квартиру Блока. Американский Сенат проголосовал за завершение дебатов по закону о 40 миллиардах помощи Украине. Теперь, вероятно, в начале следующей недели будет голосование, которое по всем прогнозам завершится принятием закона подавляющим большинством голосов. Через день после голосования за закон о помощи в палате представителей в Сенате пытались провести пакет по ускоренной процедуре, возможной при единогласии всех конгрессменов. Но против этого высказался сенатор Рэнд Пол из Кентуккия. В результате пришлось проводить по вопросу о помощи дебаты. Они подтвердили прогноз о том, что закон будет принят и в Сенате, но также обсуждение показало сферы, по которым в будущем могут расширяться разногласия. Со стороны финансовых консерваторов высказывались возражения против столь огромных масштабов помощи, 40 миллиардов. К тому же Трамп заявил перед дебатами, что сразу 40 миллиардов, может быть, не стоит отправлять за рубеж, когда в стране растут цены на бензин, имеет место инфляция, образовался дефицит даже детского питания. А лидер республиканцев в Сенате Маконнелл в прошлые выходные был вместе с группой других конгрессменов на Украине, встречался с Зеленским. Маконнелл заявил, что ему совершенно очевидна необходимость поддержки Украины, которая сражается за безопасность всего Запада. Согласно Маконнеллу, речь идет не о благотворительности, но о сдерживании агрессивности Путина. Министр обороны Израиля Бенни Ганс заявил, что Иран в настоящее время пытается завершить производство и установка тысячи высокоэффективных центрифуг нового поколения для обогащения урана. Согласно Гансу, Иран находится сейчас на расстоянии в нескольких недель, в несколько недель от способности получения достаточного количества расщепляющихся материалов для создания одной атомной бомбы. Согласно Гансу, урок войны на Украине заключается в необходимости применения экономического, политического давления, если необходимой и военной силы, как можно раньше с тем, чтобы предотвратить возникновение крупной войны. Это положение, сказал Бенни Ганс, верно и в отношении Ирана. Премьер Израиля Беннет заявил, что Израиль будет применять все виды оружия для того, чтобы остановить палестинских террористов. Это заявление прозвучало после призыва в связи с новой волной терактов к использованию в борьбе с террористическими группировками военные самолеты, военные вертолеты и запускаемые с вертолетов или самолетов ракеты. Речь идет об операциях на Западном берегу, где в последнее время были масштабные столкновения с израильскими наземными войсками и гибель и ранения израильских солдат. Беннет посетил военную бригаду, расположенную на Западном берегу, и, как он сообщил, отдал там приказ о том, что военные могут использовать для ударов по террористам любые типы вооружений. В следующей части о дефиците с детским питанием вновь. Оставайтесь с нами.